Вот, друзья, мы в Белграде. Вот это вот называлось водопойка, и это явно допотопное, судя по архитектуре, которая наверху. А наверху очень красиво всё. Это новодел, но там было такое же, в стилистике. Ну, туда мы ещё пойдём. Смотреть, понятно, что крыша другая. Ну, да. Какой-то мужик в римской одежде. Почти как в Питере, почти как в Новосибирске. Вот, я не знаю, что говорит официальная версия. Но какой-то бред. Это явно допотопное сооружение, причём поилка работала как-то и без электричества. Потому что такие же есть и в Питере, и в Индии, и в Стамбуле. Ну, и допотопных сооружений полно во всём Белграде. Идём дальше. Интересный образчик допотопного сооружения. Их вообще здесь полно в Белграде. Как всегда классика. Намазали. Ангел, завитушки и куча лент с какими-то этими. Всё остальное посшибали. Странно. Ну, понятно, что закопанное здание. Закопанное по самое неболусе. Как и соседние. Это центр Белграда. Центр прямо. И соседние здания. Прямо такие вот римские завитушки. Римские. И колонны. И тут что-то. Да вот вся улица такая. Это центр. Это старый город. Странно. Часть здания с колоночками. Точнее, ну не часть, а отсек что ли. И были, как в Питере, другие дома. Доходные или ещё какие-то. Ну, в общем, с боков нелицеприятное зрелище. Номер 36 дома. Интересно. И всё. Ну, а так вся улица допотопная. Закопанная. Смотрим. Что Белград, что Венесуэла. Что Бангладеш. Допотопные здания одинаковые. Вазы. Лица. Классика. Ну, и везде, везде, везде закопанные этажи. Просто классика жанра. Замечательный городской парк Белграда. Соратники. Прекрасная картина. Дети, аттракционы, прогулки. Стрижка газонов. И вот рядом прям церковь. Можно было сказать, что это место для помолиться. Ну, это странная ограда. Странная ограда. Странного сооружения, кирпичного, но очень большого. Туалеты на углах, как полагается. Бастионы непонятные. Вон, еще один туалет. Со странными вертикальными бойницами. Что бы это такое? Пойдем поизучаем. Странно, что не назвали местом для помолиться. Вот угловой домик. Маленький домишко. Вот старое здание. Допотопное. Опаньки. Классика, классика. Вот это вот светилось. И вот классика. А рядом стеклянное уежище. Стеклобетонное. Опа, вот это лицо. Морда лица такая. Опа, иди. Ну, ладно, гуляем дальше. Классно. Стивизовано под барана. А все напоминает книжный. Напротив в Питере. На Несском. Напротив Ишакия. Маньячница, да? Или мэн-ячница? Мэн-яшница. Или мэн-яичница. Мужская яичница. Вот. Это Зингер. Дом Зингера называется. Там книжный. Классика. Фазоинвертор. Вазочки. Жаль, что нигде жидкости не сохранились. Но некоторые вещи сохранились. Да, старые, допотопные есть еще. Красотень. Вот наводил. Но это и было наводилом. Сразу. Водопой. Отель Москва, говорит. Классика жанра. Фазоинвертор. Ну и морда, лица чья-то. Ангелочка. Глаза выкололи как будто просто на просто. Ну а там какое-то место для помолиться. И мы сейчас туда пойдем. Ой, классная такая антенночка тарелочкам. Уже упрощенная, но что делать. А.С. 31 год якобы. И чья там морда? С огромным носом. Ты смотри какой шнобель. Ну это явно не... Да. Ну это кто-то мог дорисовать. Вряд ли такое херня тут. Разве что с генно-модифицированными вещами кто-то игрался. Вот там классные детишки, белый мальчик, девочка. Бутылочки. Да, алгоритм Ютуба нашел лицо. В общем, классика жанра. Тут еще даже бутылочки сохранились. Да, вот посмотрите, что в них. Самый-самый-самый центр Белгорода. Здание полукругом. Конечно же, все технологическое сняли. И наверх не забраться. И греческие вазы там стоят наверху. И фазоинвертор классный. Но осталось просто красивое что-то. И там дальше красотинь. Ну это новодел, скорее всего. А вот это здание красивое. Сейчас попробуем подойти поближе. Ну и дворец. Самый-самый центр.